МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании «Город». Время говорить главной темой сегодняшнего выпуска. Занять позиции в Рязани открылся сезон страйкбола. Вальс победы на площади в Рязани танцевали африканцы. Суд идет. В Рязани прошло заседание суда по делу о гибели воспитанника Солочинского детдома. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Сегодня состоялись судебные слушания по делу о гибели в Солочинском детском доме 4-летнего воспитанника Егора. Малыша привезли в прошлом сентябре из Клепяковского района. После того, как его родители лишили прав, прожил мальчик в детдоме несколько месяцев. В этом феврале он, оставшись без присмотра, захлебнулся в ванной, рассказывает Оксана Тебенихина. 12 февраля в Солочинском детском доме воспитательница, наполнив ванную водой, оставила в ней ребенка. Женщина отлучилась на несколько минут. Вернувшись, она обнаружила, что малыш лежит лицом вниз и не подает признаков жизни. Он прибыл в этот детский дом примерно за месяц до произошедшего, в конце декабря. Есть родители, есть, но они лишены родительских прав. В связи с чем, вот бабушка и признана потерпевшая. Воспитательница выполняла работу нянечки. Это к вопросу о грошовой зарплате. Женщина полностью признает свою вину и сотрудничает со следствием. По ее словам, за 32 года работы в детском доме ни одного подобного происшествия не случалось. А коллеги, в свою очередь, отзываются об обвиняемой, как о хорошем специалисте. В настоящее время данное уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по обвинению воспитателя этого детского дома по части 2 статьи 109 ГК РФ. В Советском районном суде прошло предварительное слушание по этому делу. По мнению следователей, женщина может избежать серьезного наказания в том случае, если у нее получится примириться с пострадавшей стороной. В контексте политических скандалов, развернувшихся в последнее время и связанных с так называемым списком Магнитского, а также нашим ответом Америки, а именно запретом усыновления российских детей семьями из Соединенных Штатов, рязанский процесс выглядит особенно остро. Но понятно, что никто не требует крови и страшной мести. Единственная справедливость. Свежая еще в памяти истории со смертью новорожденной девочки в детской ОКБ. Малышка сгорела под нагревательной лампой, которая сползла по штативу. Медсестра в тот момент тоже отлучилась из палаты, закончилась все примирением сторон. То есть, медработника и мамы новорожденной. Другими словами, ребенок расценивается у нас не как самостоятельный гражданин, а собственность родителей. Так вопрошала общественность. Однако, несмотря на протест прокуратуры, суд оставил решение о примирении в силе. В продолжении темы несколько секунд так называемой социальной рекламы, которая прошла по некоторым региональным каналам в Дагестане. Тоже, надо сказать, менталитетный проект. Вот он. Сюжет таков. Подкупленный судья освобождает преступника. Того встречают довольные родственники. Но прямо у входа в здание суда некая мстительница расстреливает негодяя. Ни юристы, ни зрители так и не поняли, к чему призывают авторы ролика. Получается, что судей лучше не подкупать, а то кровники вступят в дело. В тюрьме стало быть безопаснее. Ну, в общем, что-то в этом есть, хотя настолько вывернута логика, что остается диву даваться. Появление таких проектов говорит о том, что уровень коррупции в России достиг чудовищных размеров. Лучше садись за решетку, а то хлопнут по закону кровной мести. То есть нет в мире другой справедливости, кроме закона гор. Что же дальше-то будет? К другим темам, слава богу, менее тревожным. Сегодня в Рязани после ремонта открыли 128-й детский сад. Это комбинированный сад, то есть на воспитание вместе со здоровыми ребятами берут их с верстников с нарушением развития, с молодых ногтей. Малыши постигают здесь азы математики, получая в награду за счетные труды, раннюю системность мышления. В жизни пригодится. На открытии детсада был Глеб Галушкин. После ремонта и достройки третьего этажа в 128-м детском саду, что в московском микрорайоне, появилось более ста новых мест, а также спортзал. Поздравить коллектив дошкольного учреждения и родителей ребятишек прибыли высокие областные и городские чиновники. Губернатор Олег Ковалев назвал отремонтированный детсад настоящим предприятием, ведь теперь число работающих в нем педагогов и воспитателей приблизится к сотне человек. Ребята, в свою очередь, приготовили для высоких гостей и несколько эстрадных номеров. Здесь на свете место, это знаю точно, где цветет волшебный, сказочный цветок. Светик, зимик, светик, мой король цветочный, дали цветем чудо, каждый лепесток. Впрочем, проблема с детсадовскими местами в московском районе Рязани по-прежнему остается довольно острой. В планах у городских властей уже в нынешнем году начать строительство детсада в районе Декаптицеводов. Вальс Победы. Во второй раз в Рязани проходил проект под названием, который скорее ассоциируется со старыми, добрыми временами, скажем, 50-х. Танцующие пары, вальс, полька, фокстрот, даже танго. Народные гуляния в ностальгическом, эмоциональном флоре и даже с экзотическим африканским оттенком. О вальсе Победы 2013 в репортаже Ирины Ковалевой. После окончания парада, посвященного Великой Победе, горожане не спешили расходиться, ведь у них была возможность в полной мере прочувствовать ту атмосферу, которая царила в нашей стране в далеком 45-м году. В центре площади была организована танцплощадка, которая переносила всех желающих в прошлое. Здесь мужчины в форме времен Великой Отечественной войны и очаровательные девушки, кто также в форме, а кто в легких цветных платьицах, танцевали те танцы, которые были популярны в середине 20-го века. Танцующие предлагали присоединиться к ним всем желающим. Всего в программе было 15 танцев, и многие из них могли бы станцевать даже те, кто специально не готовился к этому событию. Так что в круг смело выходили и те, кто помнит войну не понаслышке, и молодежь, для которых подобные танцы в диковинку, и даже дети. Мне кажется, что в своей военной форме танцуют старые танцы, да, как бы, по музыке тех времен, начинаешь чувствовать себя сопричастливым к той победе, которая была. Организаторы праздника отмечают, что главная цель этого мероприятия – объединение поколений. Ведь только здесь молодежь может не просто сказать спасибо поколению победителей, но и почувствовать себя, как и они в далекие 40-е годы, единым целым, великим русским народом. А после Дня Победы под Рязанью наблюдалось что-то вообще военно-фантастическое. Иностранные флаги, американский спецназ, солдаты вермахта, стрелки, экипированные словно космические рейнджеры. Все это страйкбол по-рязански, но со столичным размахом. О современных взрослых играх в войну в репортаже Олеси Харлиной. Американцы, немцы, русские – самое настоящее интернациональное сражение. Кругом флаги, обмундирование и свист пуль. Точнее, пулик. Участники регионального фестиваля по страйкболу впервые в этом году официально открыли сезон. Общее количество играющих может достигать нескольких тысяч человек. Для создания антуража на большие игры может привлекаться даже серьезная техника – грузовики, БТРы, водный транспорт, танки и авиация. Место оговаривается заранее и согласовывается с местными властями. У нас одна из самых молодых команд, называется она «Булат», образовалась 22 ноября прошлого года. Эти бравые ребята представляют Рязань. В обычной жизни они спецы совершенно в другом. На игре они забывают про настоящие имена и профессии и становятся участниками захватывающего действа. Как таковой сезонности нет, поэтому играем и зимой, и осенью, и весной, и летом. Ни жара, ни снег по колено. Обычно оно происходит по обговоренному сценарию. Это может быть освобождение заложников, захват флагу противника, воссоздание настоящего боя, когда-то происходившего в истории, и многое другое, на что хватит фантазии. Каждая команда изучает полученную карту. Плохиши могут хранить товар где угодно, полиция только у себя на складе. Некоторые условия на совести игроков. Взятый в плен может быть допрошен, каждая команда назначает палача. Проиграл ему в карты, обязан ответить на три вопроса. Выиграл, значит, умер под пытками. Добро пожаловать в мертвяк. А главное, в один голос говорят команды, мы на фестивалях и играх не пьем. И это вовсе не условие, а скорее жизненная позиция. Одним словом, воздух, солнце, азарт и единомышленники. Что может быть полезнее? На сегодня все. Хорошего вам теплого весеннего вечера. Надеемся, погода и дальше будет всех нас радовать, даже на работе. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова